Продолжаем программу. Образцовая семья военнослужащего. Смотр-конкурс под таким названием был инициирован Министерством обороны Республики Узбекистан. На днях в Корши состоялся его заключительный этап. О том, кто более всех соответствует критериям отбора и понятиям. Лучшее, показательное, достойное подражание. Семья знает наша коллега. Женой в наше время вообще-то быть непросто. Тем более женой военного. А сохранить и пронести эти отношения через всю жизнь по сильным, исключительно сильным и крепким, настоящим чувствам. Пример тому участники традиционного конкурса на лучшую образцовую семью среди военнослужащих. Те, кто родину защищают, демонстрировали еще и то, как они умеют беречь и защищать свою семью. А те, кто в ответе за семейный очаг, всегда готовы идти за мужем и преодолевать все испытания службы вместе, показали свою надежность и преданность. Итоги конкурса, проводимого в системе Министерства обороны, на этот раз подводились в Кашкадарье на завершающем этапе, в котором приняли участие 9 семей-победительниц окружных этапов. На сцене участники демонстрировали актуальность и значение таких понятий, как ценность семьи, ее здоровый климат, воспитание детей. При этом родительское благословение никто не отменял. А потому в стихотворной форме и песенный жанр используя, они умело излагали свое видение семейного счастья, проявив при этом актерское мастерство. По условиям конкурса участники должны были показать те главные качества, которые помогают сохранить уют и теплоту отношений. Даже в случаях частых переездов, отсутствия постоянного жилья, бесконечной занятости мужа-офицера на службе. Вопросы быта решают сообща. При этом мужчины военнослужащие очень ценят в женщине умение обустроить жилье, создать уют, вести хозяйство. По итогам смотра конкурса победительницей признана семья капитана Акбара Азимова из воинской части Ташкентского военного округа. Второе место заняла семья рядового по контракту Расулбека Соберова. Показавшие и доказавшие, от чего на самом деле зависит погода в доме.